От Рождества до Крещения. Две недели, чтобы узнать судьбу. И хоть Православная Церковь этого не одобряет, одной из старинных и до сих пор популярных традиций. В Святочной Неделе остаются гадания. На урожай, желание, судьбу или любовь. В ход идут все способы и подручные средства. Узнать о будущем с закрытыми глазами пыталась и Мария Шпакова. С 6 по 19 января эти две недели издавна называли самым благоприятным временем, чтобы заглянуть в будущее. Святочные гадания считались к тому же одними из самых правдивых. Святки это время, когда врата потустороннего открываются и темные силы спускаются на землю. Гадания отрицаются Православной Церковью и считаются это грехом. Поэтому девушки во время гаданий снимали свои нательные крестики и не прочитывали молитв. Первая неделя святок называлась святой, вторая – страшной. Люди верили, что это время перехода, когда старый год уже закончился, а новый еще не начался. Традиция гадать в эти дни – одна из самых древних. Несколько сотен способов – от сложных и мистических, до простых и доступных. Существует гадание с использованием яйца и блюдца с водой. Яйцо прокалывается иглой, затем яичный белок выливается в блюдце с водой и принимает определенную форму. Собака – появление верного друга, сердце – обретение любви, змея – возможные неприятности. В толковании полученной фигуры необходимо проявить фантазию. Похожий способ гадания на воске. Свеча и тарелка с водой – все, что потребуется. Незамужние девушки на святках гадали о суженном, семейные, о будущем достатке и урожае. Мы решили тоже проверить самые простые и легкие способы, как говорится, на себе. Ходить далеко не стали, гадать будем в одном из кабинетов нашей телерадиокомпании. К примеру, так можно узнать, какое желание исполнится в этом году. Что первое загорится от плавающей свечи, то скоро избудется. А это гадание провести в одиночку не получится. Выбранный, не глядя предмет, расскажет о суженном. Монета – муж будет богатым, хлеб – щедрый, стакан – пьющий, книга – умный. Святочные гадания провозили поздно вечерами или ночью. Попытаться увидеть суженого можно и во сне. Для этого, перед тем, как лечь спать, нужно сказать фразу – приди ко мне, суженый ряженый. Впрочем, все это сегодня лишь отдаленно напоминает обряды, которые совершали наши прабабушки. Так что всерьез воспринимать то, что вы себе нагадали, не стоит. Мария Шпакова, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова